До 1 сентября еще далеко, однако родителям будущих первоклассников о школе для своих чат стоит задуматься уже сейчас. 31 января в Чебоксарах начинается запись детей в первые классы. Об этом мы сегодня поговорим с заместителем начальника управления образования администрации города Чебоксара Дмитрием Захаровым. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Все-таки, почему так рано начинается запись? Это больше, чем за полгода. В связи с федеральным законодательством в этом году действительно сроки приема заявления в первый класс перенесены. Если с прошлого года было не позднее 1 марта приема заявления, то в этом году не позднее 1 февраля. И в городе Чебоксаре решили, что суббота это самое подходящее время для приема заявлений, так как большинство родителей не на работе и могут в спокойной обстановке перенести свои заявления в школу. А все-таки с чем связан перенос сроков? Больше детей в этом году? Еще какие-то вопросы? Да, рост численности по Российской Федерации, безусловно, растет и предоставляется больше по продолжительности сроки, чтобы, безусловно, все родители могли выбрать оптимальный вариант предоставления своих документов в ту или иную школу. Если с 31 января по 30 июня приносят заявление по тем школам, которые закреплены определенными микрорайонами, то начиная уже с 1 июля по 5 сентября, то есть опять же сроки более широкие, все желающие могут принести в те школы, которые им нравятся, не закрепленные за определенными микрорайонами. И вот как раз о выборе родителей. Все-таки эта школа пока только по месту жительства или как-то выбирать смогут родители? С 31 числа, получается, приносят заявление в первую очередь те микрорайоны, которые закреплены за определенной школой, но при желании, конечно же, родители могут обратиться в те или иные школы, просто узнать наличие свободных мест и уже летом определиться и принести заявление в ту или иную школу, когда есть, вернее, не закрепленные микрорайоны. И вот как вы сказали, тогда летом уже можно подавать документы в ту школу, в которую хотят родители, и вот многие очень, в том числе в нашей редакции, родители интересуются. Все-таки эти свободные места будут или рассчитывать на них вообще не стоит? Безусловно, есть ряд актуальных школ в городе, которые из года в год, так скажем, пользуются огромной популярностью. Это 59-я школа, начальная школа номер один, ряд других учебных заведений города. Но там, конечно же, свободные места как таковые на лето уже не остаются, потому что микрорайон, закрепленный за этими школами, он насыщенный родителям. Здесь у нас и новостройки, и, безусловно, молодые семьи стремятся в первую очередь заполнить эти школы. А ряд школ, которые находятся, так скажем, в силу определенных причин, менее востребованы. Они свободные места имеют и на лето. И еще я слышала информацию, что в этом году изменилась схема прикрепления тех или иных домов за той или иной школой. Вот как родителям узнать, за какой школой теперь закрепленных дом и как сориентироваться? Да, традиционно из года в год вносятся изменения постановления администрации города Чебоксара о закреплении тех или иных домов микрорайона за определенной школой. Такое же изменение постановления было внесено и в январе текущего года. В действительности ряд микрорайонов, улиц, домов были перераспределены. Это в том числе и северо-западный район, и ново-южный район за теми или иными школами. Информацию о принадлежности дома к определенной школе можно найти на сайте администрации города Чебоксара. Несколько лет подряд был просто жуткий ажиотаж. Перед поступлением в первый класс родители дежурили у стен школ. Вот в этом году все-таки какие прогнозы? В этом году опять вот уже вышеупомянутые школы 59-я школа и начальная первая школа. На сегодняшний момент там довольно-таки значительное количество родителей, которые хотят отправить своих детей в школы. Приблизительное количество около 140-150 – это 59-ю школу. И около 100 человек – это начальную первую школу. Эти школы пользуются популярностью, как уже было отмечено выше. Но хотел бы сказать, что администрацией города, руководством города было принято решение открыть на следующий учебный год первые классы в гимназии номер 4. Мы считаем, что это позволит в некоторой степени удовлетворить те желания родителей предоставить качественное образование своим детям. Потому что гимназия 4 – это, безусловно, традиционно хорошая школа с иностранным уклоном, углубленным изучением иностранных языков. Выпускники которой поступают в ведущие вузы страны и в том числе учатся за рубежом. Открытие первых классов, безусловно, позволит в некоторой степени и разгрузить центральный микрорайон. Мы приглашаем в том числе родителей, которые обращаются в начальную первую школу, а также в 59-ю школу, принять взвешенные решения и, возможно, гимназия номер 4 станет той школой, которая является, так скажем, более актуальной для них. И вот все-таки детей с каждым годом все больше, школ пока такое же количество. Всем хватит места в этом году? Все пойдут в первый класс? Действительно, в этом году мы ожидаем около 5700 первоклассников, что соизмеримо с прошлым годом. В прошлом году было у нас 5743 первоклассника. И мест у нас хватит всем в городе Чебоксары. Вы сказали, что в следующем году ожидается еще больше наплыв первоклассников. Как тогда будем справляться? Да, прогноз на следующий год дает нам цифру около 6700 первоклассников. Это на тысячу больше, чем уже мы имеем с вами. Таким образом, определенная востребованность, конечно, увеличивается в школах. И руководством города как раз принято решение о строительстве школы. Это, безусловно, общефедеральная тенденция, так как след за садиками необходимо строить и школы. На 2015 год уже запроектировано строительство школы в микрорайоне Гладково. Ожидается, что в 2016 году строительство будет завершено. Отлично. И тогда по выбору учителя немножко. Если родители определились со школой и хотят к определенному учителю, ну, не знаю, может быть, сами учились когда-то у него, а администрация школы оставляет право за собой выбирать учителя, все-таки как-то к родителям будут прислушиваться или это невозможно сделать такой выбор? Существует практика в школах. Это, так скажем, группа дошкольного образования, когда дети на выходе из детского сада посещают уже школу и обучаются у того учителя, который, в принципе, уже будет набирать первые классы. И они уже, классы фактически формируются на этом этапе. Их интересы учитываются, родители, безусловно, присматриваются к тому или иному учителю. Здесь и средства массовой информации играют огромную роль, и интернет, где они обмениваются мнениями, узнают, к какому учителю им хочется пойти. И таким образом, в принципе, на 1 сентября их интересы уже учтены. В индивидуальном порядке, конечно, руководство школы идет на встречу. Ну, то есть все решается в таком личном достаточно порядке. Тогда давайте перечислим, какие документы необходимы иметь родителям, когда они пойдут подавать заявление. В первую очередь, это оригинал, удостоверяющий личность гражданина, родителя. Затем свидетельство о рождении, также оригинал. И свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка. Спасибо. Я напоминаю, мы беседовали с заместителем начальника управления образования администрации города Чебоксара Дмитрием Захарова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова